Всем привет из Франции, с вами Александр. Сегодня мы посетим башню Бефруа Булонь-Сюрмэр. Она находится в старом городе, построена она в 11 веке. Она очень интересная с точки зрения альтернативной истории. Башни Бефруа есть во многих городах. Они являлись колокольнями, звонницами, но основная функция, мне кажется, все-таки выполняли функцию сторожевой башни. Вечевая башня, то есть там проводились, возможно, какие-то собрания. Все эти башни имели определенную сакральную архитектуру, как мне кажется, и являлись своего рода ритуальной башней. Для многих средневековых городов эти башни являлись символом городской вольности или солидарности. Первоначально считается, что башни Бефруа служили сторожевыми башнями, где висел набатный колокол. Ну и постепенно стали позже размещать уже залы заседаний городского совета, а также своего рода помещения для хранения документов, казны, иногда выполняли функцию тюрьмы. Наибольшее распространение башни Бефруа получили в Нидерландах, где эти башни строились при ратушах. В наши дни большая часть сохранившихся Бефруа находится в Бельгии, а также во Франции. Данная башня в городе Болон-Тюрмер является исторически ценным для города. Ее построили в конце XI-начале XII веков на площади Готфрида Буленского. Первоначально здание являлось частью дворца французского принца Филиппа Юрпеля, сына короля Филиппа II. По приказу принца здание отдали городским купцам вследствие его переезда в другой замок. Согласно официальной истории, в XVIII веке были дополнительно построены панорамные площадки здания городского правления. Но все-таки здесь не хватает многих архитектурных элементов. На этой старинной гравюре вы можете видеть, что шатер венчает эту башню. Он указан стрелкой и рядом написана буквочка Б. Также вы можете видеть и на этой гравюре то же самое. То есть это была часть какого-то замка, возможно, эта башня. Замок впоследствии был разрушен и сейчас, вот вы видите, венчает эту башню восьмерик. Над этим восьмеряком, восьмигранная башенка, был также ранее установлен другой восьмерик. Вы можете видеть на этой фотографии. Эти восьмигранные башни, а другими словами их называют еще восьмеряки, в русском и украинском каменном и деревянном зодчестве, были очень характерны. Восьмеряки обычно ставились на четырехугольном основании, как в данном случае вы видите, что в плане эта башня имеет с собой четырехугольное основание, и сверху, получается, установлен был восьмерик. На мой взгляд, она тоже закопана, конечно. Возвели, скорее всего, ее на основании разрушенного здания античного. Окошко видно, что оно заделано, заложено кирпичом. Карнизики. Какой-то элемент в этом месте виден. Щели, как всегда, на своем месте присутствующие в башнях во всех. С другой стороны попытаемся посмотреть на нее поближе. Какие интересные цветы капуста украшают газоны возле этой башни. С этой стороны установлены часы. Видно, что заложена арка. Либо окно когда-то было на этом месте. Тоже еще одна арка заложена. Либо окно. Ну, вот такая стена у этой башни. Пишите в ваших комментариях ваше мнение. Мемориальная доска. Те, кто погиб в годы войны. А вот здесь такой металлический знак на здании, который примыкает к этой башне. Смотрите, интересный. Давайте осмотрим эту замечательную площадь, на которой установлена эта башня. Прямо находится здание суда, ратуша. И, конечно же, мы вернемся к этому городку в следующем видео. Погуляем по улочкам старого города. Хочу только вам сделать небольшой анонс. И сказать о том, что здесь очень большое внимание уделяется элементам египетским. То есть очень много здесь объектов из Египта. Вы это сами видите в следующем видео. Итак, мои дорогие, надеюсь, вам понравилась эта башня Бафруа. Вы, может быть, подчеркнули для себя что-то новое. Может быть, что-то интересное увидели. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение об этой башне. Я всем желаю хорошего настроения. Привет подписчикам. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!